Сонька Золотая Ручка была одной из самых знаменитых авантюристок 19 века. Как ни странно, была она кумиром многих женщин, охотниц за легкой добычей. Были у нее и последователи. Одна из которых во всем пыталась подражать Соньке. Когда Золотая Ручка отбывала срок на Сахалине, в Европе и США совершались преступления, как под копирку похожие на проделки Золотой Ручки. Женщину удалось задержать. Предприимчивая дамочка часто представлялась Сонькой, привлекала мужчин своей загадочностью, ей легко удавалось располагать к себе нужных людей, в том числе знаменитых, богатых и влиятельных. Ольга фонштейн, феерическая авантюристка. Урожденная Ольга Сиголович, дочь ювелира из Стрельны. Красавица и умница, она сидела в девках до 25 лет, пока папа ювелир не выпихнул ее замуж за профессора консерватории Цагеля. Ольга перешла в лютеранство, в знак солидарности с профессором. И тут раскрылось истинное призвание девицы Сиголович. Она легко заводила романы и транжирила деньги благоверного. Цагелю все это не понравилось, и он подал на развод. Следующего мужа Ольга выбирала тщательно и сама. На этот раз счастье привалило статскому советнику фонштейну со связями при дворе и обладателю приличного состояния. Фонштейн оказался православным, и молодая жена перешла в православие в знак солидарности с советником. Теперь-то Ольга развернулась по-настоящему. Намекая на связи мужа, она без зазрения совести брала взятки со всех желающих устроиться на высокие должности. Когда поток соискателей иссяк, Ольга похвасталась в газете огромным наследством от парижской тетушки. Принимая поздравления от светского общества, предприимчивая красотка фонштейн набрала под тетины мульоны кучу займов. И, конечно, без расписок. Тут уже лопнуло огромное терпение советника, и Ольга вновь оказалась открытой для новой любви. Она продавала поддельные картины, слитки фальшивого золота, а однажды угнала автомобиль и сдала его в ломбард. В 1906 году она впервые попалась, но была отпущена на поруки. В 1908 получила реальный срок. И вот снова новая любовь, барон Остин Сакин. А в 1915 году баронесса опять в тюрьме. За поддельные векселя. После 1917 обворожительно порхать красотки в обществе оказалось невозможно. Ольгу приговаривают к 11 годам колонии за обман советского чиновника. Ей было за 50, когда в нее влюбился начальник колонии Кротов. Ольга перешла в коммунизм в знак солидарности с начальником. Любовники сбежали в Москву, где успели собрать немало денег на несуществующий санаторий для пролетариата. Позже товарищ Кротов погиб при задержании, а Ольга, спасая себя, свалив всю вину на покойного, получила условно и переехала в Ленинград. Напоследок она еще раз сходила замуж. Чего одной то горевать. За инвалида красноармейца. Они вместе торговали квашеной капустой на рынке. Говорят, обвешивали каждого покупателя. А другие говорили, что дамочке все же удалось уехать в другую страну.